друзья всем привет с вами виктория сегодня готовим вот такой красивый пышный вкусный омлет с помидорами если вы не знаете что приготовить на завтрак то этот завтрак на скорую руку очень пригодится нарезаем половину одной красной луковицы можно использовать обычный репчатый лук нарезаем два зубчика чеснока затем нарезаем два спелых помидора понадобится один или два в зависимости от диаметра вашей сковороды помидоры нарезаем на дольки и теперь подготовим яйца выбиваем в миску 3 яйца добавляем пол чайной ложечки соли пол чайной ложечки черного молотого перца одну чайную ложечку сушеного чеснока и одну чайную ложечку базилика и также я добавлю 60 миллилитров молока и одну большую столовую ложку сметаны и все перемешиваем венчиком можно просто взболтать вилкой также так как у меня сегодня нет зелени я ее решила заменить стручковой фасолью стручковую фасоль я отварила предварительно в подсоленной воде в течение пяти минут конечно же можно добавлять любую зелень по вкусу стручковую фасоль мелко нарезаем на разогретую сковороду наливаем оливковое масло и добавляем кусочек сливочного масла выкладываем нарезанный лук чеснок и помидоры и всю эту красоту обжариваем в течение примерно двух-трех минут когда лук с помидорами немного обжарились добавляем стручковую фасоль немного перемешиваем и оставляем обжариться примерно одну минутку и затем сверху выливаем сболтанные с молоком яйца уменьшаем огонь накрываем сковороду крышкой и оставляем ну не знаю насколько минут на пять позже я вам скажу сколько у меня примерно обжаривался наш омлет наш омлет готов посмотрите какой красивый и пышный он у нас получился готовился он у меня примерно 10 минут когда вы видите что омлет схватился сверху значит не надо его слишком зажаривать можно уже подавать к столу давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем и вот такая вкуснятина на завтрак у нас получилось всем желаю приятного аппетита готовьте с удовольствием пишите мне ваши отзывы и комментарии желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с вами была виктория а